Я плелась, стараясь держаться боком или спиной к гигантскому экрану, который в режиме онлайн демонстрировал космические просторы. Зачем? Ну зачем крутить эту гадость? Почему медик ошибся с дозировкой снотворного? Я должна ещё спать, раз шаттл не прибыл в пункт назначения. Только бы добраться до медотсека. Хоть бы успеть. С тихим щелчком отворилась дверь. Прямо перед моим носом появилась широкая мужская грудь, прикрытая рубашкой из белоснежного шёлка. Девушка, вам плохо? Голос мужчины хорошо поставлен, внушает доверие, а участие кажется неподдельным. И я решилась на глупость. Очень плохо. Не поднимая взгляда, я шагнула вперёд и толкнула мужчину обратно в комнату. Он послушно отступил и даже не охнул, когда я на него набросилась. Я обвелась вокруг него голодным удавом, скрестила ноги на пояснице, оплела руками шею и уткнулась лицом в плечо. Всё, не оторвать. А он и не пытался. Попятился ещё немного и рухнул на мягкий диван. Я оказалась у незнакомца на коленях, вцепившись в него клещом, и была безумно счастлива. Клянусь сверхновой, так низко, ещё я никогда не падала. Паника отступала. Я ощущала чужое тепло, слышала лёгкое дыхание другого человека, что успокаивало лучше всяких лекарств. И вскоре совесть очнулась и дала о себе знать. Я напала на человека, вломилась в чужой номер на космическом корабле лиранцев, трепетно относящихся к частной собственности. Если мужчина пожалуется, самое лёгкое наказание – штраф, на который уйдёт значительная часть моих накоплений. А он обязательно пожалуется, если срочно не извинюсь. Придётся признаться в своей постыдной слабости. Пусть лучше смеётся, чем злиться. «Простите», – проговорила через силу. «У меня паническая атака. Я понял. Боитесь летать?» Низкий приятный голос мужчины немного холоден. Тон аристократа, узревшего в своём салате жука, но отчитывающего повара вежливо и отстранённо. «Нет, только приземляться. Мне ещё повезло. Некоторые вообще боятся космоса. Простите, я не хотела доставлять вам неудобства». Мужчина не стал заверять, что всё в порядке, и он рад помочь. А красноречиво промолчал. «Не джентльмен, значит». Шаттл едва заметно содрогнулся. Я вонзила ногти в чужое плечо. «Простите, как вы вообще куда-нибудь летаете?» Невозмутимо поинтересовался незнакомец, словно не его только что оцарапали со всей дури. «С подругой или таблетками». Но Карина опоздала, а лекарство перестало действовать до прилёта. Я замолчала, всей кожей ощущая, как шаттл выходит на орбиту Лерана. «У подруги вы тоже на коленях сидите?» Насмешливый вопрос возмутил до глубины души. «Нет, она меня за руку держит». «То есть это лишь мне повезло?» Судя по голосу, мужчина беззлобно улыбался.